АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Смотрите хорошо? Смотрите! АПЛОДИСМЕНТЫ Конечно, берем во внимание всю имеющуюся о товаре информацию, тщательно исследуем не хуже Шерлока Холмса приобретаемый продукт, потому как становимся мы в потребительских отношениях все более и более рамотными. Допустим, захотелось нам отведать мясных пельменей, а что, можно сказать, почти национальное блюдо. Тогда прежде зайдем в гастроном, в тот, в котором потребитель сам себя обслуживает. Там он, пожалуй, может в спокойной обстановке, не попадая под нетерпеливый взгляд продавца, хорошенько рассмотреть интересующий продукт. Наконец, выбор сделан. Пельмень, товарищ, неприхотливый, и для его окончательного приготовления особого кулинарного мастерства не требуется. Немного терпения, и блюдо готово. Желудок уже в предвкушении праздника, но не тут-то было. Потребитель в панике. С чего бы? Вроде пельмень, как пельмень, все при нем и тесто, и начинка. Да, начинка. А какая это начинка? Не мясная, а капустная. Что я, кролик, что ли? Жалуется потребитель. В этом случае статья 8 и 10 закон о защите прав потребителей предусматривает право потребителя на информацию. То есть на товары, которые реализуются, должна быть обязательно информация полностью об этом товаре. В данном случае информация была недостоверная. Недостоверная. И закон о защите прав потребителей предусматривает возмещение убытков потребителю. Это понятно. Но что делать с пельменями, ведь они уже сварены? Бежать с тарелочкой к директору магазина и ябедничать, и, дескать, обманули? Как бы ни было до смешного грустно, но придется поступить именно так. Для пущей убедительности нужно будет прихватить с собой чек в доказательство, что пельмени не сами слепили из того, что было, а покупали в магазине. Хотя чеки по обыкновению имеют свойство теряться. Ну, если чек не сохранился, ну что, тогда можно подойти без чека. Но при этом, конечно, желательно, чтобы он принес маркировочку с этого товара. Ну, и, может быть, даже и показать пельмени, те, что действительно это капустные. Предложение отпробовать капустных пельмешков директора магазина, скорее всего, не очень-то обрадует. Но, как считают в управлении, сложностей в том, чтобы как следует отстоять свои потребительские права, возникнуть не должно. Предприятия, в общем-то, торговли, в этом случае идут на уступки, потому что это моменты очень редкие. Чтобы наименование было не то написано. Обычно у нас вопросы по некачественным товарам, а уж наименование-то обычно пишут правильно. Поэтому я не думаю, что здесь будут какие-то затруднения, и потребители откажут. Так-то оно так, если, конечно, у директора магазина от ваших пельменей не случится изжога. В противном случае придется вам с той же тарелочкой отправиться в районное управление по защите прав потребителей. Только не тяните, пожалуйста, время, не ждите, пока кошка стащит с блюда последний пельмень, а действуйте по горячим следам. Риск наступить на грабли остается всегда, даже у человека, съевшего пуд потребительской соли. В нашу программу часто звонят телезрители и обращаются за помощью. И вот случай, когда наш сюжет вызвал совершенно обратную реакцию со стороны чиновников. Но это уже наглость. В одной из прошлых программ мы рассказали вам о несчастье, постигшем Валерия и всю его семью. Сгорела квартира. Не так, чтобы дотла, но о пламени языки, будто коровьи, слезали две трети полезной во всех отношениях жилплощадей. Еще рассказали, что три месяца фирма «Комфорт-сервис» находится перед дилеммой. Делать Валерию ремонт или не делать? Склоняюсь ко второму. А сейчас расскажем о положении дел на сегодня. Оказывается, у Валерия состоялся разговор с представителями «Комфорт-сервиса», которые ему прозрачно так намекнули. Ай, бачка, не надо никому жаловаться. Нехорошо, бачка? Я называю инженер Татьяна Ивановна. Татьяна, это ЖКО. Она от «Комфорт-сервис» выгодит нашу фирму позорить, а мы вам должны сейчас вторую раму оставлять, помогать в чем-то. Ну что вы, уважаемая Татьяна Ивановна, кто же вашу фирму позорить собирается? Уж вы себя такой славой покрыли, что никаким медом не испортишь. Житель Ленинского района не знает о заслугах «Комфорт-сервиса». А то, что жалоб на вас не счесть, так это не доброжелатели. Польская интрига. Почему же мы должны действительно унижаться, ходить, просить? Все, у меня здесь все копии собраны, все зарегистрировано. До мэра дошел. Правда, ответ будет через месяц. Но это уже у нас получится 4 месяца, как мы живем после этого. Понимаете, я хочу вам что сказать. Я вчера меня Ашатов послал в эту пятую комнату к этим женщинам. Я пришла туда. Одна, значит, обеды. Другая работает на компьютере. И я стою, как бедный родственник, жду, когда эти женщины сделают все свои дела и обратят на меня внимание. Обратить на человека внимание весьма затруднительно, когда тебе самому комфортно и сервис тебе предоставлен по первому классу. Уважаемый инженер Татьяна Ивановна, Луч, помогите Валерию и всей его семье, а мы бы рассказали об этом, дескать. Вот какая славная инженер Татьяна Ивановна работает в фирме «Комфорт-сервис». Обратный эффект – это феномен наукой до конца не изученный. Северное сияние по сравнению с ним – просто химическая формула спирта. А с химией у нас всегда было хорошо. Многие западные новшества у нас почему-то принято считать за образец. К примеру, несколько лет назад в городе появились еврохимчистки. Потребители-скептики тут же призадумались, а вдруг это выведение день знаков из наших карманов химическим путем. Без этого в ряде случаев не обошлось. Однажды тезке даровитого писателя вздумалось почистить свой кожаный тулупчик. В еврохимчистке Белоснежка его предупредили, что изделие может слегка побелеть. Ничего дурного не подозревая, Александр Сергеевич согласился. Пускай, думает, белеет, авось чище будет. Через некоторое время клиент пришел за вещью. Значит, она была такая, знаете, немножко пепельная, серая, вот что-то. Ну, такой приятный цвет. Меня отдают совершенно белую. Значит, я смотрю на нее, ужас один. Пригорюнился Александр Сергеевич, но золотую рыбку кликать не стал, а обратился в Общество защиты прав потребителей «Справедливость». Там-то ему и открыли глаза на случившееся. Здесь произошло следующее. Полностью сошел, значит, слой, которым она покрыта. Тулупчик шесть раз белоснежку носили, красками красили, покрытиями покрывали. Да все бесполезно. Все это буквально на два-три, значит, два-три раза одел, и все буквально пошло трескаться. Оказывается, эта работа была под силу только зеркальному прессу, которым в то время белоснежка еще не вооружилась. Теперь Александр Сергеевич в этой одежке собаку по ночам выгуливает, да на всякий случай оглядывается. Или вот химчистка «Блеск» – предприятие бытового обслуживания. Помните сказку про мужичка, который из маленькой шкурки заказал шапочному мастеру сшить 12 головных уборов, и что из этого получилось? А вот героиня нашей истории – женщина нежадная. Решила она перекрасить свою норковую шапку в другой цвет. Подъехала я забирать свою шапку, я ее просто не узнала. Я эту шапочку взяла в ладошку, на ней не оказалась даже верха, который должен быть на кубанке. Ну, мне выдали, сказали, в общем-то, мы ничего вам помочь не можем, гарантии мы никакую не давали. Хорошо устроились химчистки. Рискуй потребитель, а если что, мы ответственности не несем. Потому как дело тут такое, сами не знаем, какая абракадабра может получиться. А что же делать клиенту? Ну, правильно составить договор, прежде чем отдавать вещь в руки химчистке, и не упрашивать приемщицу взять и почистить изделие, если та сомневается в успешном выполнении работы. Да и только. С помощью Общества защиты прав потребителей химчистка Блеск вручила клиенту дополнительную шапку, которую украсить Надежда Александровна, скорее всего, уже не рискнет. Как бы то ни было, а гардероб чистить следует, иначе заводятся там разные. Сидишь, сам уже паутиной покрылся, и вдруг видишь что-то, фить, из угла в угол прошмыгнуло, думаешь, мышка. А это не мышка, это время. А знаете ли вы, уважаемые потребители времени? Нет, не знаете. И потому наш долг рассказать вам, что проживете вы значительно меньше, чем рассчитываете. Не в том смысле, что все мы под Богом ходим, нет, никакого фатализма, а просто каждые сутки малость скукожились. В аккурат до 23 часов. Правда, правда. Как вы считаете, сколько часов в сутках? 24, а вы иначе считаете? Нет, я вот спрашиваю ваше мнение. Итак, 24. Вы убеждены? Конечно. Крепко? Да. Часов в сутки 24. Откуда вы знаете это? Как откуда? Ну, как вы известны. Ну, знаем просто, да и все. Вот так. В школе нам лапши на уши навесили, а мы и рады. А в сутках-то, особенно в круглых, 23 часа, а в квадратных, может, и того меньше. Но это вряд ли. Специалисты, особенно которые астрономы, утверждают, будто сутки не отличаются постоянством. Вот и шастают от 23 часов до 24 и обратно. Как известно, в астрономических сутках 23 часа. У меня это все, да, полные часы. И сколько-то там еще минуток. Это в зависимости от года. И от сезона. Летом, как известно, сутки длиннее. И лишнее это время куда-то нужно списывать. И вот оно списывается. Все знают, например, о таком явлении, как 29 февраля, которое встречается примерно раз в 4 года. Впрочем, как вы заметили, у астрономов тоже с головой не все в порядке. Путанные они какие-то. Это от того, быть может, что переходили-переходили с летнего времени на зимнее, с зимнего на летнее, крутили стрелки туда-сюда и в конец запутались, с чего начали. А ведь говорит русская пословица. В молодости время горстями разбрасываешь, а в старости по крупицам собираешь. А я уже с молодых лет все считаю 24 часа. Ну вы убеждены, что 24? Да, наверное. На сегодня уже меньше 18. Осторожнее, осторожнее надо быть со временем. А то оно чего доброго до 10 часов в сутки выжмется. И на покупке потребителю после работы времени совсем не останется. И еще. Все, закругляемся. Что? Закругляемся. Простите, мне подсказывают, что оказывается и наше время уже вышло. Всего хорошего. До свидания. Пермская гильдия добросовестных предприятий. Это качество, надежность, престиж. Честь превыше прибыли. Редактор субтитров А.Семкин